друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы последним торговым не этой неделе впереди снова долгожданные выходные как и всегда друзья соберитесь духом проведите их хорошо максимально хорошо не растеряйте хорошее настроение она нам как и всегда понадобится уже в понедельник потому что в понедельник начинается новая неделя снова куча макроэкономических отчетов но самое главное мы продолжим вместе с вами следить за тем как ситуация вокруг коронавируса продолжает воздействовать на мировую экономику что происходит с нашими привычными инструментами точнее что произошло за последний торговый день нефть 2822 сейчас котировки по на бренду честно говоря друзья ситуация совершенно не изменилась и я по-прежнему указываю на высокую вероятность того что мы сможем отработать потенциал еще большего снижения в качестве аргументов привожу вам тоже мне кажется кучу доводов и наверное что-то вы для себя уже точно выбрали такого определяющего чтобы у вас сложилось такое же представление о том что рынок нефти обречено еще большее снижение ну вот из последнего что у нас был этот доклад международного энергетического агентства относительно спроса на нефть и и в этом месяце до конца собственно 2020 года повторяю что сейчас интересные показатели именно апреля и по оценкам и ожиданиям этого агентства спрос на нефть может снизиться на 29 миллионов фактически до рекордного минимума с 1992 года вчера опек также дали свою оценку того что происходит сейчас с рынком у них более оптимистичная цифра но она все равно значительная и все равно настолько убедительная в плане катастрофической ситуации на рынке нефти что количество медведей после вчерашнего отчета ну не могло не вырасти потому что даже опек считает что в этом месяце а спрос на нефть снизится на 20 миллионов баррелей снова привожу вам в качестве противовеса те действия которые были предприняты странами опек плюс плюс для того чтобы попробовать решить эту проблему в виде роста предложения и падения спроса они согласовали сокращение добычи на 9 и 7 миллионов всего лишь в перспективе ближайших двух месяцев в целом соглашение не стало чем-то позитивным для рынка черного золота не принесло на него облегчение потому что пораскинув мозгами трейдеры все-таки осознали что проблема гораздо серьезнее чем показалось представителям вот этого нового энергетического пакта и как раз раз эта проблема сохраняется значит должны сохраняться и прежние ориентиры для котировок нефти это ориентиры разумеется находящиеся внизу запасы нефти сша тоже усилили распродажи в частности запасы выросли на 19 миллиона это новый рекордный показатель с 1982 года со времени вообще начала накопления статистики рост запасов друзья это важная статистика мы за аналогичными отчетами последующей неделе будем активнее следить потому что сейчас нам важно понять насколько быстро заполняются те свободные хранилища которые еще были потому что на предложение по-прежнему существенно превышает спроса важно отметить еще также что согласно последним отчет администрации энергетической информации добыча нефти сша по идее должна была сильно просесть но какое-то скромное снижение на 100 тысяч я думаю что вы со мной согласитесь последняя статистика несколько часов буквально и эта статистика из китая по капиталовложениям то есть инвестициям по роничным продажам промышленным производства и темпом экономического роста но как и ожидалось хуже некуда особо делаю акцент на темп экономического роста китая которая по итогам первого квартала показал снижение на 9 8 процента друзья я не вижу будущего растущего нефтянки пока что ситуация может измениться но с учетом последних водных нет цель 25 рубль соответственно ждем уверенного закрепления выше 77 и также поджидаем пару долларов в районе 80 индекс американского доллара чуть ниже сотки мы снова оказались 99 80 но я призываю вас еще раз обратить внимание на последние отчеты роничные продажи как вы помните снизились на 87 процента это минимальное значение тоже вот так же как и в ситуации с падением спроса на нефтянку минимальное значение с 1992 года промышленное производство минимум с 1947 года накануне вышли данные по заявкам на пособие по безработице и фактически это четвертый отсчет и мы можем делать вывод уже о месяце именно вот этого тотальнейшего спада количество заявок увеличилось на 5 и 2 миллиона разумеется за последние четыре недели мы складываем те цифры которые получили и без работы осталось больше 21 с половиной миллиона человек я связи с этим ставлю на то что безработица точно вырастет больше десяти процентов а для сравнения друзья чтобы вы понимали за прошлый месяц скажем так безработица выросла без работы осталось почти 22 миллиона человек поэтому прошлый рекорд который был зафиксирован в таком же временном отрезке в месяц это был рост количества безработных на 2 и 7 миллионов фактически в 10 раз это было в далеком кризисном 1982 году это еще раз доказывает что сейчас ситуация но крайне необычная это исторический прецедент и в связи с этим я по-прежнему верю в бодрость американской валюты потому что доллар который всегда традиционно выигрывал на фоне кризисных явлений на фоне такого кризиса ну просто должен рассвести поэтому по индексу я также жду сохранение восходящей динамики и закрепления там повыше уровня 103 евро против доллара 1 0872 вчера лагард еще раз напомнила нам что европейский центральный банк бдит и готов дополнительно стимулировать экономику я думаю что эти стимуны понадобятся потому что еврозоне прочь чуть ли не оказаться на передовой кризисных рецессионных последствий судя по всему так и будет по евро доллару друзья остается короткая позиция фонд против доллара 1 25 довольно волатильные торги в последние дни ну может быть это предвестник того что все-таки очень сильно мощные позиции продавцов и быков бодаются между собой я бы очень хотел чтобы в лидерах вышли продавцы потому что как вы знаете я снова в короткой позиции с отметки 1 24 70 соответственно на что я сейчас делаю акцент на то что не нужно недооценивать очевидный негатив последствий коронавируса для английской экономики также как и для других количество заболевших в англии за последние полторы недели фактически удвоило сейчас перевалило за 100 тысяч каждый день английская экономика теряет больше трех миллиардов долларов и как вы знаете последнее решение был продлен карантин на ближайшие три недели собственно до 7 мая доллар канадец 1 4017 здесь друзья мы откатили но не нужно расстраиваться я думаю что это временное явление потому что у нас по-прежнему аргументы в виде слабой нефти укрепления доллара и вот последних сигналов от канадского регулятора который хоть и оставил процентную ставку на прежнем уровне 0 25 но в целом анонсировал готовность расширить программу количественного смягчения путем еще покупки облигаций и корпоративного характера и провинций поэтому доп мер экономического стимулирования это всегда козы для тех кто оставит на ослабление национальной валюты по доллару канадцу я точно уверен то что по-прежнему канадская валюта является крайне перекупленной и нужно продавать поэтому по паре остается ориентирован на уровень 1 43 1 45 золота в целом остается восходящим тренде цель ближайшая следующий уже мы много целей сделали на этом ралли 1750 до туда точно доберемся друзья и конечно же я хотел бы сделать акцент сейчас на позитив ну при уменьшать его значимость я не хочу это как вы знаете последнее сообщение сша в частности со ссылкой на трампа о готовности поэтапной отмены вот этих ограничительных мер и снятия карантина в сша сразу хочу расставить все точки над и это не тотальная мера это решение которые будут носить рекомендательный характер они пока что рассматриваются не на территории всех штатов а только лишь на тех в отношении тех которые наименьшим ключе пострадали от коронавируса как таковых карантинных мер еще не снято но все-таки я обеими руками за то чтобы соединенные штаты америки показали пример как нужно обдуманно взвешенно выходить из вот этих экономических трудностей в которых они оказались и безусловно я всячески поддерживаю тех и разделяю позицию и надеюсь что не повторится инцидента с вспышкой их инфекции в штатах и сша станут первым регионом который успешно преодолеет кризис вот спровоцированной пандемии корона вируса на этой позитивной ноте давайте завершать увидимся мы с вами в понедельник всего доброго до свидания